Здравствуйте, друзья! Мы снова в книжном магазине «Бубридж». Мы снова на канале YouTube Клуб Экспертов. И мы позвали к нам в гости Елену Вертугину, преподавателя СПБГУ, основателя проекта «Живой английский» и клуба для учителей «A Cup of Teaching», «Teacher Trainer», которая исповедует и считает очень правильным прогрессивным лексический подход. Елена ведет авторский курс по произношению «Sound Beautiful in English», курс для изучающих язык и для учителей. Позвали мы Елену сегодня, потому что лексический подход, термин стал очень модный, но некоторые, наверное, используют его просто потому, что он модный и хорошо звучащий, но Елена, наверное, все-таки не очень хорошо представляет, что это такое. Елена, спасибо, что согласились ввелить нам время. Спасибо, что я пришла. Так что же такое лексический подход? Когда это все началось? Началось ли это сейчас с Хью Деллара? Да, Хью Деллар сейчас и Эндрю Вокли – это имена, которые у всех на устах, потому что на самом деле мы живем в удивительное время, когда мы можем слушать экспертов вживую, учиться по их учебникам, общаться с ними, брать у них интервью и обсуждать самые важные вещи. И для меня тоже лексический подход начался с Хью Деллара, когда я в 2012 году попала на их семинар про культуру Британии, и на нем он не был целиком посвящен лексическому подходу, но там упоминалось. И в частности упоминались книжки Майкла Льюиса. После того, как я услышала, я нашла эти книги, прочитала их. Это «Lexical Approach» и, по-моему, что-то вроде «Sapplication of Lexical Approach». Я могу путать второе название. Книжки сами меня очень впечатлили, и сразу после этого я записалась на онлайн-курс, который вели тоже Хью Деллар и Андрю Вокли. Это было примерно тогда же. И потом уже, после того, как я успешно его прошла, я пошла к ним учиться вживую, как, собственно, работать с учебником Outcomes. Потому что мне хотелось не просто открыть Teach's Book, открыть учебник, потому что к тому времени я сработала со многими, учебниками, но и посмотреть, как это делают сами создатели учебника, что называется, влезть в голову. И мне кажется, у меня это успешно получилось, потому что я влезала настолько настойчиво, что даже умудрилась два раза провести уроки и получить подробный разбор от Хью Деллара и потом от Андрю Вокли. Если в двух словах, что такое лексический подход? Это как-то сочетается с коммуникативным подходом? Это подразделение его? Ну, я считаю, что коммуникативный подход, он всегда был, есть и будет, потому что это подразумевает не грамматика, переводной какой-то метод, а это подразумевает общение с людьми. Лексический подход как таковой, это просто способ изучать материал. Я объясню сейчас на очень простых словах, что такое лексический подход, понять может даже 8-летний ребенок. Вот, например, недавно я разговаривала с мальчиком, которого зовут Платон, и попросила его продолжить некоторые словосочетания на русском языке. Такие как осенний, и он мне тут же говорит день. Я говорю, а еще что может быть? Он говорит лист. Я говорю, а еще что может быть? И мальчик достаточно надолго задумался, потом он сказал осенние сапоги, мы продолжили тему, но самое главное он понял, он понял, что как определенное слово, оно дружит с другими определенными словами. Это, если кратко, вот это лексический подход. И это сочетание именно этих слов, которые дружат между собой, делание упор на таких сочетаниях, и запоминание словосочетания и целых чанков, и выражений, вот это как раз и есть лексический подход. То есть когда мы запоминаем целые лексические единицы, и благодаря этому у нас в голове накапливается их очень большое количество на разные темы, и нам, когда мы потом воспроизводим речь, нам не нужно вспоминать отдельно, какое здесь употребить грамматическое правило, какой предлог поставить, а не пропустил ли я артикль. То есть точно так же, как родной язык, у нас накапливается определенный багаж, который мы просто используем, потому что мы знаем как. Ну секундочку, ну окей, допустим, да, предлог, он запоминается в чанке, но как же с грамматикой? Мы же не запоминаем is going в составе чанка. Это же то, что меняется? Это меняется, но я очень часто, когда меня спрашивают о лексическом подходе, я очень часто вспоминаю про наш родной язык. К сожалению, очень долго в методике существовало разделение, да, это acquiring the language, то есть усвоение языка, когда нам кажется, что вот поместили человека в среду, изучаемого языка, и он как бы для себя незаметно этот язык осваивает. И изучение языка, когда мы сажаем человека в класс, говорим, вот эти вот слова нужно выучить, вот эти упражнения сделать и так далее. На самом деле нет ничего более близкого к изучению языка, как к изучению родного языка. Если мы, конечно, хотим, чтобы наши ученики говорили на этом языке, естественно, и не думали о том, где им достать фразу какую-то. Так вот, когда мы изучаем родной язык, когда мы его осваиваем, мы его на самом деле осваиваем вместе с грамматикой сразу. Ребенок не спрашивает у мамы, что ему нужно употребить, инфинитив, герундий, прошедшее время, когда он говорит, хочу пить. Или, мама, я упал. То же самое примерно можно использовать и в лексическом подходе, когда мы говорим, например, что когда мы знакомимся, мы очень часто задаем друг другу вопросы при помощи Present Perfect. Have you ever? Have you ever been here before? No, it's my first time. И опять же, и здесь тоже с грамматикой нужно очень аккуратно, и я очень люблю все это изучать в комплексе, потому что даже в ответ на такой простой вопрос мы можем с вами получить ответы в разных грамматических временах. Безусловно, да, если я кого-то не задумывается. Да, да. А был ты здесь? Да нет, не был, это первый раз. А был ты здесь? Да, я был в прошлом году. Да, а ездил ты туда-то? Нет, ну очень хочу, и скорее всего я поеду тогда-то и тогда-то. То есть вот это действительно живые реакции, которые мы получаем, когда хотим получить искренний ответ. А не то, что, да? Have you ever been to London? No, I haven't. I have never been to London. Очень часто я сталкиваюсь, когда мне приходится, например, ну ко мне приходят студенты там или ученики не с нулем, то есть вот с этими заученными ответами, как у робота. Но все-таки, если не объяснить грамматику have you ever been to London, может вызвать ответ yes, I have been to London last year, потому что, ну как, я задали в Present Perfect, я отвечаю в Present Perfect. Ну, во-первых, грамматика не отменяет выучивание чанков вместе с глаголами, например, I have never been to можно выучить как чанк. Просто этот чанк, это have never been to, оно обозначает, что я никогда там не был. И потом, используя I have never been to, мы можем подключить I have never done, I have never seen, I have never watched, I have never played. И he has never played. И he has never played. Естественно. Как и в родном языке, мы очень часто не задумываемся, почему мы это ставим, например, такую, ту или иную грамматическую форму. Осознанное изучение грамматики тоже никто не отменяет. И я тоже это делаю осознанно, но я всегда задаю вопрос, почему. Вот вообще грамматику я очень люблю изучать системно, что касается времен. Многие преподаватели могут кидать меня тапками, но я даю сразу 12. И я объясняю, у меня есть своя собственная система, и я объясняю, что вот это про прошлое, дверь закрылась, вот это про временный период, он течет, он сейчас, у меня даже не прямая, а кривая времени есть такая. Это там про какие-то наши планы в будущем и так далее. И каждый раз, когда возникает даже простейший вопрос, например, ну ты меня можешь спросить, да, чем отличается, например, Если мне дают вот такой маленький, коротенький пример, студенты или ученики, я начну задавать дополнительные вопросы для того, чтобы они поняли, какой контекст здесь следует употребить. То есть грамматика, она все равно никогда не бывает отдельным сухим предложением, она всегда обыгрывается лексикой. Может быть, сейчас неправильно буду задавать вопрос. Достаточно ли, не путаются ли студенты, если они запоминают вот как единый чанк, I have been, he has been, I have been going, не ведет ли это к каким-нибудь соединениям, различным, смешениям различных времен, если они не знают, как построено это время, почему have, почему been, почему ain't, и ничто им не мешает перемешать их как-то произвольно, все-таки они такие, не настолько значимые, как осенний лист. Ну да, я не отказываюсь от изучения структуры грамматических времен, естественно, но этого, наверное, никто не делает, если только не идет речь об изучении языка с самого-самого маленького возраста. Дело в том, что очень часто ко мне приходят люди, которых надо переучивать, и они просят грамматики нам, пожалуйста. Я говорю, хорошо, это будет грамматика, но это будет грамматика так, как я вам ее дам. А мы с вами, когда мы изучаем родной язык, к тому моменту, как мы идем в школу и учимся читать, у нас уже в голове, знаете, сколько чанков образуется. Нам не нужно задавать себе вопрос. Ребенок точно знает, что он, например, хочет сказать, мам, ты купишь мне завтра что-то? Купишь и завтра. У него просто это слилось в едином контексте. И точно так же, если ребенок с самого раннего возраста будет читать, смотреть, книжки какие-то, будет слушать естественные диалоги, то к тому времени, как он пойдет в школу, ну, допустим, в какую-то английскую школу и начнет изучать какие-то азы грамматики, ему все это будет уже гораздо легче сделать, потому что все это будет уже наиграно, все это будет наиграно в голове. Со взрослыми тоже можно так сделать. Благодаря тому, что лексический подход, вот кроме того, что делается упор на какие-то более-менее устойчивые словосочетания и фразы, языка должно быть очень много. Очень много. И он должен звучать часто, он должен повторяться. То есть я бы сказала, что основа лексического подхода это chunks, это constant revision and recycling, да, постоянное повторение, постоянное, и большое количество, чтобы был выбор и чтобы у учеников складывалось впечатление, что они могут сказать одно и то же разными способами. А это укладывается? Не случается перегруз информации, если слишком много всего и разного? Или опять же, они путают два разных варианта? Мы сейчас о каком возрасте говорим? Ну, допустим, о взрослых. О взрослых никогда не бывает. Дети не задумываются. Никогда не бывает перегруза. Дело в том, что вот Хью Делл и Эндрю Вокли, они написали свой учебник Outcomes Так, что в нем действительно живой язык. И когда мы, например, включаем какое-то видео дополнительное, мы видим, что вот, пожалуйста, те же самые чанки, те же самые фразы, те же самые вопросы звучат и там. И как только люди понимают, что возможно изучать в классе сразу, что тебе, допустим, через неделю понадобится в поездке, они говорят, это полезно, мы хотим еще. И поэтому я никогда не работаю только с учебником. Я могу даже сказать, что учебник я использую на одну треть. Потому что я, вот это моя любимая фраза, как только я себе открыла дверь в лексический подход и в Outcomes, другой ногой я открыла дверь в реальную жизнь, где я беру, например, видео совершенно не адаптированное, абсолютно. То есть я могу с уровнем элементарий посмотреть прогноз погоды для британского телевидения. И здесь я должна сказать, что вот почему я называю свой подход естественным, не только лексическим. Потому что в естественной среде мы с вами, например, не делим речь на отдельные маленькие фразочки и не делаем между ними паузы. Не делаем между ними паузы. Не делаем между ними паузы. То есть в естественном подходе очень важна слитность речи, очень важно умение различать эту слитную речь. Где ударные слова, где там какая-то редукция, где пропадают какие-то звуки. И поэтому я использую наряду с лексическим подходом сразу же. То есть, например, мы выучили какое-то выражение. Ну, я не знаю, там, what's the move? Я сразу говорю, что это нужно прочитывать слитно. И дальше, когда мы заучиваем какие-то диалоги, я всегда делаю упор на то, как это правильно должно звучать. Это устанавливает очень быстро связь между уроком в классе и живым языком. Поэтому возможно со студентами элементарей смотреть видео, которое вообще не предназначено для учебных целей. То есть не теряются, они вычленяют это, да? То есть они декадированы? Ну, я поначалу, конечно, я им помогаю. Я им помогаю, но потом им это настолько нравится, что они сами начинают вот это вот выискивать. Например, очень многие ребята, с которыми мы занимаемся, они сами начинают слушать песни, они запоминают целые фразы и потом эти фразы выдают на занятиях. А вопрос твой был про то, немного ли. Ну, да, и это тоже. Во-первых, никогда не знаешь, что из того, что ты дал, они запомнят на всю жизнь. Поэтому надо давать больше. Ага. Вот, да, я знаю таких преподавателей, которые, например, даже тесты никогда не дают. То есть они не тратят время на тесты. Они лучше потратят время на обсуждение одного и того же задания с другой точки зрения. И таким образом у них будет рейсайклинг, да? То есть повторение вот этой лексики. Они потратят время на то, чтобы посмотреть какой-то дополнительный ролик на эту тему и обсудить какие-то важные вопросы. Опять же, с учётом тех выражений, которые мы знаем. Они потратят время на то, чтобы повторить, например, вот объясни вот это выражение, да? Вот мы прошли какую-то юнит или какую-то тему. Выпиши сейчас немедленно 15 чанков, скажи их по-другому. Пусть те, с кем ты вместе это изучал, пусть они догадаются. Ну, то есть проверка того, насколько это всё влюбилось у студентов, она происходит в процессе. В процессе. В процессе. Я могу сказать так, что они не только запоминают то, что есть в учебнике, ну и, например, я... У меня ещё есть одна вредная привычка. Я не люблю делить язык на уровни. То есть даже если мы проходим учебник элементари, а я на эту тему знаю какую-то, какую-то идиому или какое-то выражение из своего языка, я всегда дам. Ну, например, не так давно с группой элементари... Из шелевой, из-за комиссии, из-за английского... Из набора, да. Из того, что я имею на эту тему, да. Например, пришли взрослые студенты, да, и говорят, голова болит у меня. Учебник элементари. Причём, ну, какой-то, я не знаю, там, третий, что ли, июня. Вот. Им сразу интересно, как голова болит. Ну, я же не могу просто так оставить. Голова болит. Почему? Лучше бы я вчера столько не пил. Фраза I shouldn't have drunk that much yesterday зашла прекрасно. Тут же вообще мы её, естественно, записали, прокатили её, как она должна быть. Потом я говорю, а если живот у вас болит? Да, если мы неправильные глаголы, допустим, уже прошли. I shouldn't have written that much yesterday и так далее. И я потом запоминаю, естественно, себе записываю то, что я им даю. И даже если это идёт на какое-то обережение, я всё равно вот эту фразу... Потому что в учебнике она и так будет повторена несколько раз. И ещё раз скажу, что в Outcomes очень умно сделано. Мы уже прошли какой-то юнит, мы забыли какую-то лексику, поэтому она раз, снова встречается. Ну, у меня вопрос всё-таки про elementary. То есть, первое, сколько же раз нужно с elementary повторить фразу I shouldn't have drunk, I shouldn't have drunk, I shouldn't have done much yesterday, чтобы они там всё это произнесли и потом смогли это воспроизвести. Это как ты настроишь их... Я, например, своих студентов сразу настраиваю на то, что мы будем много работать над произношением. Потому что без произношения как ты можешь действительно бегло сказать и потом услышать то, что тебе говорят. Поэтому мои студенты дрессированные. Они будут... Да, я помню, как мы с одним уже взрослым, молодым человеком, уже которого уровень advanced, мы боролись с фразой I've never eaten food as good as in India. Вот это вот as good as in India совершенно не давало ему покоя. Но зато он запомнил её теперь на всю жизнь. И вот, по-моему, такой должен быть дриллинг у каждой фразы, чтобы они-то всё правильно и воспроизвели. Если я чувствую, что фраза требует дриллинга, я никогда не жалею времени. То есть, это может быть какой-то digression, да, там, отход, допустим, от плана урока. Но если я вижу, что ученикам это надо сейчас. Дело в том, что, как мы знаем с тобой, изучение языка это дело многих лет. Да? Если да, хорошо. Это дело многих лет. И уповать на то, что вот через, вот мы пройдём этот уровень, да, и у нас ребята заговорят, допустим, с elementary на print immediate они уже будут активно говорить. Они будут что-то говорить, они будут продолжать делать ошибки, но... Вот... Это такая объёмная тема, просто дело в том ещё, что очень многое зависит от психологии, от того, как настраивает преподаватель. То есть, вот я говорю, у вас будет много лексики, у вас её будет часто много, новой, да, я не знаю, сколько из этого вы запомните, но какие-то ключевые фразы, которые мне нужно, чтобы вы запомнили, я буду всё время повторять. И я, как учитель, я буду всё время сама использовать их в речи и провоцировать. Например, и... Они... Знаете, что они делают? Они... Когда они используют в речи фразу, которую мы, например, с ними выучили, они смотрят на меня и ищут одобрение. То есть, я считаю, что вообще лексический подход и вообще естественный подход это когда мы воспитываем так называемую, вот я назвала это для себя, зрелую языковую личность, когда мы при помощи фраз и правильных вопросов учим людей думать и тогда у них вообще не возникают потом проблемы ни с воображением. Я, например, могу взять какое-нибудь одно слово. Я вот начинаю отвлекаться. Сейчас я скажу про... Про crime, да? Про crime. Значит, вот мы сегодня проходили преступление, да? Crime and Punishment. У меня в голове в это время звучала песня Ма Бейкер. Ну, не знаю, будет ли видно. Вот. Crime and Punishment очень интересное здесь аудирование про то, как заключенные играют в кино. И потом, это будет уже дальше, у нас будет тема про то, какие вообще... Можно ли исправить людей, которые совершают тяжелые преступления, да? И какой режим должен быть в тюрьме, чтобы они себя, с одной стороны, комфортно чувствовали, с другой стороны, перевоспитывались. Вот. Я вспомнила про Ма Бейкер. Это песня про очень известную преступную группу в Америке в 30-х годах 20-го века. И там, в этой песне, рассказывается целая история о том, как у нее было четыре сына, как она научила их обращаться с оружием, как они грабили банки, как у них были перестрелки. То есть, в песне было, ну, я не знаю, четверть лексики по теме края. Естественно, мне этого мало. Я захотела им найти видео на эту тему, найти статью на эту тему. Мы это все успели за один урок. Так. И следующее задание, после того, как мы это все сделаем, мы досмотрели 10 дурацких преступлений, где, например, первое было, когда человек на машине въехал в заправку, протаранил магазин, стащил один банан и уехал. То есть, это просто интересно, вот такие вот вещи. И они уже не замечают, как одна и та же лексика, ну, там, с разными, да, какими-то вариациями, она звучит и здесь в тексте, и в этой песне, и в том видео, и в той статье, и на доме им дано задание найти какую-нибудь статью и видео про необычное преступление, сделать хороший глоссарик к этому ко всему, прийти на следующий урок нам рассказать. То есть я, особенно, когда они достигают высоких уровней, я ставлю очень высокую планку, поэтому они говорят и поэтому они мыслят. Что это? Это лексический подход? Ну, видимо, да. Это и лексический подход, и естественный подход, и поскольку у них нету барьера, например, найти любое видео, да, посмотреть его и понять, потому что мы очень много работали с произношением. То есть все это как бы слилось, сошлось, и для меня сейчас все это в такое вот единое целое, в общем-то сложилось, и мне вот то, что происходит, очень нравится. Вопрос про учебник Outcomes, который мы сегодня напоминаем несколько раз. Можно ли сказать, что это учебник, построенный на лексическом подходе? Есть ли другие учебники, и можно ли лексический подход применять к любому другому учебнику? Безусловно, Outcomes построен на лексическом подходе, потому что он написан авторами, и я бы сказала, что он очень хорошо продуман дважды, потому что уже вышло второе издание, как ты знаешь. Можно ли другие учебники? Я пробовала для взрослых другие учебники, у меня не получается, потому что мне там не хватает хорошего контекста, потому что очень многие предложения притянуты, так скажем, за уши, и вокруг них очень сложно строить, ну вот то, что я люблю, строить реальную жизнь вокруг. Вроде сейчас все стараются как можно ближе к естественности, к естественности, к конечному контексту реальной жизни. Да, естественность есть, но, например, когда учителя, вот я веду курс по учебнику Outcomes, и не только, он называется Teaching Without Outcomes, и мне многие учителя говорят, мы хотим работать по учебнику, да, у нас есть Teach's Book, да, нам все понятно, но когда открываем учебник, мы просто утопаем этой лексики, мы не понимаем, что происходит. И тогда вот именно и нужно вот это вот объяснение, как у авторов учебника мозги работают, да, почему вот это именно так. Когда я открываю многие другие учебники, мне, ну не знаю, можно ли так говорить, очень часто скучно. Мы убедились, что нет хорошего учебника, нет плохого учебника. Всегда кто-то придет и скажет, что вот этот учебник мой любимый, про тот же самый учебник, кто-то придет и скажет, я не знаю, что с ним делать. Да, да, нет, я не хочу утверждать, что мое мнение единственное правильное. А вот такой тогда вопрос. Если наоборот, человек, преподаватель, приходит к учебнику Outcomes и работает по нему так, как он привык работать, то есть без лексического подхода, можно ли неправильно использовать учебник Outcomes? И какие делают ошибки преподаватели, которые берутся за Outcomes, не зная лексического подхода? Я должна сказать, что с Outcomes должен работать человек, у которого высокий уровень языка. Это в первую очередь. Ну, это в принципе вообще было бы неплохо, а для львов-продавателей. Да, потому что, ну, как бы там надо иметь фантазию. И студенты могут задавать интересные вопросы, и нужно тут же уметь на них ответить. Какие ошибки при работе с Outcomes? Перескакивать, наверное, как бы с юнита на юнит, много из учебника выбрасывать. Потому что даже когда я оставляю учебник, я его оставила на каком-то месте, и потом я вернулась к этому же месту. чтобы продолжить вот эту логику. Да, ну то есть ты что, где-то на третье используешь? Это не всегда так, да? То есть в итоге все-таки нельзя сказать, что две трети будут выброшены? Нет. Я могу сказать просто, что на уроке, да, я использую, скажем, одну треть учебника, две трети каких-то живых материалов других. Но, безусловно, нужно сохранять вот эту последовательность, потому что авторы реально проделали такую очень большую работу. Вот. Потом некоторые, я знаю, заигрываются в лексический подход. То есть, например, когда они берут и как можно большее количество фраз стараются накидать в данный конкретный момент, когда действительно уже там у учеников начинают зашкаливать. «Everything is good in moderation», что называется, да? То есть есть время развивать какую-то тему, да, или с каким-то упражнением работать и дальше, а есть время сделать так, как предлагает автор, и, собственно, идти дальше, не сбивая его логику. Лексический подход – это обучение людей естественным и быстрым реакциям в нужных ситуациях. Вот так бы я ещё сформулировала. И если, например, ты выучиваешь огромное количество таких реакций, то потом у тебя может немножко возникнуть чувство фрустрации, а что же выбрать? Поэтому здесь самое главное – уметь расставить приоритеты, а что вот в этой ситуации, скорее всего, скажут носители языка. При таком количестве дополнительного материала сколько часов продолжается у тебя в один уровень? И можно ли говорить об уровнях? Ну, некий цикл, да? Одна группа сколько занимается? Ну, по одному учебнику, например, одна группа может работать два года. У меня были случаи, когда ко мне приходила группа элементари, приходила в университет после школы, после того, как они были протестированы и опрошены с пристрастием, потому что у меня с каждыми, со всеми у меня есть такая работа, сам начал, называется My English Story или My English History, где я их прошу рассказать, что вы учили, по каким учебникам работали, какой был уровень последнего учебника. И когда у меня большинство школьников бывших приходят с уровнем учебника АПА Интимидия и попадают в группу после тестирования элементари, и я им задаю вопрос, как? Очень часто бывает, да, постоянно бывает. Вот. И была у меня одна группа, которая пришла в элементари, но они буквально взмолились, сказали, пожалуйста, давайте мы не будем снова брать учебник при интимидии. И мы взяли учебник АПА Интимидия и работали по нему 3 года. И после этого вся эта группа успешно сдала уровень B2. У нас в СПБГУ очень серьезное такое тестирование по всем аспектам. Вот. Я сама 10 лет работала тестологом, писала тексты по аудированию, я знаю всю эту курсу. То есть учебник... То есть у них газа была Интимидия, добавления какие-то были сверху того, позволявшим дойти до АПА Интимидия. Да. Хорошо, а если, ну, в более традиционном варианте, когда действительно люди протестированы, пошли на соответствующий уровень, вот, группа Интимидия, учебник Интимидия, сколько нормально заниматься по учебнику? Оптимум, скажем так. Понятно, что можно рассеять на сколько угодно. Это самый сложный вопрос. Потому что его надо задавать педагогу, да, учителю, который работает только по учебнику. Когда ты начинаешь привлекать дополнительный материал, этот вопрос, он вообще уходит на... Я вот уже сказала, что я так достаточно к уровням снисходительно отношусь. Вот с тех пор, как я порушила границы между учебником и реальностью, понятно, что они могут знать, например, намного больше лексики на каком-то уровне, продолжая делать грамматические ошибки, потому что всё-таки автоматизация, она приходит уже немножко повыше. Ну, просто нам как-то надо делить, если это, например, курсы, то нам надо делить что-то, какие-то на какие-то отрезки наше обучение, называя их циклом, там уровнем, или как-то... У кого-то это два месяца, у кого-то это три месяца, у кого-то это полгода. Сейчас же полгода всё-таки редко, так трудно планировать. Когда идёт речь о жёстком планировании, там, конечно, надо смотреть какой-то вот такой учебно-календарный план, да, ставить какую-то планку. Ну, я могу сказать, что, например, ну, так скажем, 12 месяцев я бы оставила на уровень при условии, ну, два хороших занятий в неделю, а других по часу, ну, лучше даже по полтора. Вот. И это если особо никуда не уходить в сторону. Ну да. Потому что к учебнику Outcomes есть ещё vocabulary build-а, это отдельная тема. Есть ещё дополнительные задания по письму в конце учебника. И это уже зависит от фантазии преподавателя, насколько полно ты будешь всё это изучать. Студенты выдержат, что они так долго изучают один и тот же уровень, один и тот же учебник? Прекрасно выдерживают. Никаких жалоб не поступало. Один раз были такие жалобы. Например, все группы другой учебник проходят. Почему мы проходим учебник Outcomes? Говорили мне. Ну, это... Да. Через месяц, через месяц ко мне приходили студенты других групп и говорили, а почему ваш такой интересный учебник, мы тоже такой хотим. Они говорили, что все пошли уже на следующий уровень, но по-прежнему, по-прежнему, они никуда не сдвинулись. Хорошая жалоба обычно бывает. Я тоже хочу вперёд, вперёд, вперёд. Нет. Потому что они понимают очень хорошо, что если они уже на уровне элементари, там, через каких-то, через несколько уроков, ну вот, если, например, на элементари идёт юнит Emotions and Feelings, и они через какое-то время видят, что они читают статью из интернета, я сначала им даже уровня не называю, я просто помогаю разобраться в каких-то терминах, объясняю, какие здесь коллокации, какие чанки нужно учить на эту тему, объясняю структуру предложения, какие-то основные сложности. То есть у меня очень много объяснения происходит по ходу. И, ну, если честно, я могу ответить на очень много вопросов, которые возникают вот непосредственно в классе. Поэтому я не боюсь материала, который вдруг будет. Так вот, мы прочитали эту статью, допустим, мы даже убили на него два занятия, на эту статью. А потом я их спрашиваю, ребята, вы знаете, какого уровня была эта статья? Они говорят, ну, наверное, аппоинтимидиат. Я говорю, да эта статья вообще была психологическая, неадаптированная для носителей языка, для того, чтобы помочь разобраться с проблемами. Вот как только они понимают вот это, что они способны вот это делать, вопрос, какого мы уровня сейчас. Хотя мы постоянно, вот у нас есть в портфолио, у нас есть, ну, такой документ, который называется self-assessment, self-evaluation. Я даю им CFR, описание уровня, SEFR, да, и по описанию уровней они сами должны понять, на каком уровне у них сейчас аудирование, на каком уровне говорения, на каком письмо и так далее. Я объясняю, как это делать. Да, там, в принципе, всё понятно. Ну, да, сейчас не будем об этом, но вообще, конечно, очень сложно. У нас, по-моему, всегда вопрос, да нет, я же ещё не научился представляться, я ещё не научился говорить о проблемах, отношениях между людьми. Или я научился, или не научился, нет, не знаю. Научился я хорошо или не очень хорошо. Я настраиваю, я всегда показываю в самом начале обучения, я рассказываю, что такое fixed mindset и что такое growth mindset. То есть это когда ты зациклен только на достижение успеха сиюминутного, или когда ты можешь получать удовольствие от процесса, и оценивать себя ты можешь только пройдя какое-то расстояние. И они запоминают это, и потом они даже начинают друг друга оценивать. Например, кто-то вот если он, вот у меня ничего не получается, ничего не получается, вот эти виноваты, эти виноваты. Это слово такое дурацкое, оно никак не учится. Я могу, например, там от другого студента услышать fixed mindset, то есть они уже набирают вот это определенное количество каких-то психологических приемов и ими пользуются. То есть это жизнь в языке, я бы сказала так. Это уже не просто лексический подход, а это что-то такое большее. И очень важно здесь установить такую атмосферу в группе, ну если это индивидуальное занятие, то и с индивидуальным учеником, которое будет атмосферой абсолютного сотрудничества, абсолютного доверия. Я, например, доверяю ученикам. Я очень редко влезаю, когда они что-то говорят, даже если они делают большую паузу. Если я чувствую, что там полный какой-то затык, я прошу помощь за вас. Или очень часто, немножко помолчав, они вспоминают сами. Мы поговорили про преподаватели, которые могут делать что-то не то, когда подойдут к учебнику по странам по лексическому подходу. А если говорить о студентах, для всех ли студентов он подходит? Я верну тебе вопрос в такой необычном виде. Все ли родители хотят, чтобы дети говорили на русском языке, чувствуя язык? И все ли дети хотят говорить на своем языке, зная когда и что сказать? Они об этом не задумываются. Многие об этом не задумываются. Так вот, лексический подход, он может встретить сопротивление только в самом начале. Но как только ребята начинают понимать, что вот эти вот чанки и выражения, которые мы выучили, они сами всплывают. Например, если я задаю ребятам большое домашнее задание, и они мне тоже говорят, what a pain. Да? Или если я говорю, например, что там я не выспалась или что-то такое, они говорят, what a shame, а мы это учили там, я не знаю, несколько месяцев назад, то потом уже не нужно доказывать, что это полезно. Один из моментов, который меня озадачил, мы вот в разных местах разговора один раз как-то мы затронули то, что уровней у тебя нету, ты от них отказалась, а потом ты говоришь, что вы все-таки накладываете ваше знание на Common European Framework и все-таки как-то уровни признаете. Так да или нет? Уровни да или уровни нет? Отвечу на твой вопрос так. Когда студент ко мне приходит, я стараюсь определить примерно, какой у него уровень, руководствуясь действительно вот этой вот шкалой оценивания. Потому что я ее сама знаю очень хорошо, я тебе уже говорила, я работала в центре тестирования, я там чуть ли не наизусть могу процитировать. Но как только я определила студента в какой-то уровень, да, и мы проходим, я всем говорю, неважно, студенческая это группа, или это группа в живом английском, или это индивидуальное что-то, я говорю, ребят, если у вас цель сдать экзамен и забыть, или там сдать зачет и забыть, вы мне не очень интересны. Мне интересно из вас вырастить такую зрелую языковую личность, которая способна себя обслужить везде. Если она не поняла, переспросит. Если нужно выступить с речью на симпозиуме, она знает, какую именно нужно выбрать лексику. Если эта фраза не подходит в данной ситуации, она лучше скажет вот эту личность, что, черт, я забыл, как там сказать, да, но вот ту, которую я где-то тупо грамматически, по грамматике заучила, я использовать не буду. То есть, что такое зрелая языковая личность? Это человек, который может сам обслужить свои нужды, обращаясь к помощи других людей. Потому что если ты зрелый, ты коммуницируешь очень хорошо. Вот такой у нас любопытный получился сегодня разговор. Я давно знаю Лену, мы с ней на «ты». Я очень рада, что мы все-таки поговорили на тему лексического подхода. Я думаю, что короткой встречи для него недостаточно, но будем надеяться, что хоть какие-то вещи мы, если не прояснили, то, по крайней мере, обозначили. Да, я сейчас постараюсь подытожить, потому что могло показаться, что мы говорим обо всём и ни о чём. Лексический подход – да, он даёт очень хорошую базу для пристального внимания к произношению, хороший контекст – да, много естественного языка – да, и источники, которые являются естественными, то есть не только учебник. Вот это такие основные вещи, которые я использую в преподавании и в обучении других преподавателей. Спасибо большое, что позвала меня, мне было очень приятно и очень интересно. Ну, я надеюсь, что было интересно не только нам с тобой, но и нашим зрителям. Мы стараемся интересоваться тем, что происходит в преподавании иностранных языков. Мы стараемся быть современными, прогрессивными, стараемся делать так, чтобы у нас были современные интересные учебники и чтобы у нас в гостях на нашем канале были люди, которые пытаются пробовать что-то новое. Пробуйте, ошибайтесь, выигрывайте, приходите к нам, мы всегда рады интересным людям. Удачи! Елена Вертугина – преподаватель СППГУ и основатель проекта «Живой английский клуб для учителей и капу в Тичинь» и Елена Кисленкова – руководитель отдела культурно-образовательных программ книжного магазина «Бубриж». «Бабайт» Продолжение следует...